Некоммерческие организации Рязани социально ориентированы. Они помогают многодетным семьям, оказывают услуги на дому нуждающимся пенсионерам, зорко следят за нарушениями в сфере ЖКХ, ну и, конечно, собирают гуманитарную помощь для беженцев с территорий военного конфликта и направляют необходимые вещи в зону СВО. Лучших из них чествовали в городской администрации. Мы искренне благодарны каждому активисту. Мы глубоко уважаем труд руководителей некоммерческих организаций. Мы благодарим вас за взаимопомощь, поддержку и нашу с вами многолетнюю дружбу. Год назад Елена Сорокина обещала ответную благодарность властей для НКО выразить через госфинансирование и слово свое сдержала. По крайней мере, первые шаги в этом направлении муниципальными властями уже сделаны. В 2023 году в городской программе по развитию территориального общественного самоуправления и поддержки гражданского общества в Рязани будет предусмотрено мероприятие, включающее пусть небольшое, но системное бюджетное финансирование некоммерческих организаций города Рязани. Благодарственные письма от главы администрации получили представители 20 некоммерческих организаций. В ответном слове тоже звучали слова благодарности. Мы вместе говорили награжденные. Очень важно, что мы работаем в связке с губернатором и правительством и вместе с городской администрацией. Инициатив много. И с этими инициативами есть куда прийти, что они будут услышаны, что они будут правильно поняты. И главное, что они будут реализованы. Я желаю вам всем в новом году успехов, дальнейших инициатив, энергии и здоровья для их реализации, нашей совместной, продуктивной и очень нужной работы. А напоследок Ирина Сорокина вручила личные книжки волонтеров активистам Рязанского городского волонтерского центра. Эти ребята сегодня просто незаменимы.